Вокруг личности маршала Дмитрия Устинова Многие из тех, кто работал с Устиновым, говорят, что рассказывать о нем сложно. По натуре замкнутый, немногословный. Он создавал впечатление человека, у которого кроме работы в жизни не было ничего. В советское время дорогу новациям было пробить очень сложно. И вот масштаб его личности позволял действительно убедить и руководство партии, и правительство Советского Союза о необходимости развития того или иного направления. И недаром сейчас вспоминают наши руководители космической отрасли о том, что во многом программа «Буран», тем, что она начала реализовываться, она была обязана авторитету и влиянию Дмитрия Федоровича Устинова, который убедил и действительно помог реализоваться этой достаточно затратной и масштабной программе, которая дала старт целому группе новых технологий, которые сейчас уже многогде применяются. Его стремительная карьера началась в Ленинграде в 1932 году. Так случилось, что группу студентов из Москвы переводят в Ленинградский политехнический институт, а позже в только что открытый военно-механический институт, нынешний Вейнмех. Здесь оказывается 20-летний Дмитрий Устинов. Настоящий комсомолец. Он принимает весть о переводе в город на Неве как приказ. И даже не подозревает, что в эту минуту над ним зажглась счастливая звезда. Это действительно был небольшой институт военно-механический, который был создан в 1932 году на базе учебного комбината. И как раз к 1934 году, когда Дмитрий Федорович Устинов закончил военно-мех, университет только начал приобретать собственных преподавателей. Потому что в 1932 году первую преподавательскую нагрузку несли сотрудники и преподаватели Михайловской артиллерийской академии, которая была расположена в Санкт-Петербурге. И, конечно, к 1934 году, когда Дмитрий Федорович Устинов закончил университет, состоялось только оформление контуров будущего лидера оборонного образования. И в этот момент как раз осуществлялось формирование тех, что ли, направлений подготовки специалистов, которые в то время были остро необходимы военной промышленности. Дмитрий Устинов провел в стенах военмеха всего два года. Но именно это время стало самым ценным для него и как для будущего инженера, и как для политика. Всегда, при любом удобном случае, лидер оборонки заезжал в родные пенаты. Все, кому необходимо было попасть к министру на прием, хорошо знали, что достаточно заикнуться о том, что были в Ленинграде и заглядывали в военмех, после чего всегда следовала команда «Подъезжай, расскажешь». Когда происходила эвакуация ленинградских тогда еще вузов, наш вуз был эвакуирован в Перме. Он несколько этапов прошел, но в конце концов, больше всего был в Перме. Так вот, в том месте, куда он был эвакуирован, рядом были директор института и министр вооружения Устинов. Рядом двери стояли. После окончания военмеха в жизнь выпускника Устинова опять вмешиваются звезды. Судьбоносным для молодого инженера становится назначение в конструкторское бюро самого большого оборонного завода «Большевик». До этого Дмитрий уже успел поработать в Ленинградском артиллерийском научно-исследовательском морском институте. Это помогло узнать производство, и поэтому уже на «Большевике» он быстро становится лидером, способным в нужный момент мгновенно принять грамотное решение. Он пришел на «Большевик» работать конструктором. В ходе обсуждения каких-то вопросов, и когда надо было сделать что-то заводу «Большевик» очень быстро, директор не сразу решился сделать это быстро. Ну, потому что если пора была суровой, если быстро не сделаешь, то могут быть и суровые наказания. Устинов тогда взялся сделать это быстро. Ему поручили, уже как новому директору, сделать это быстро. Он сделал. Чтобы проверить оружие, то, что выходит с конвейера завода, директор лично присутствует на передовой во время Финской войны. Со временем такое рвение в работе никуда не делось. Даже спустя 40 лет, когда Дмитрий Устинов был уже маршалом, у него осталась привычка все потрогать своими руками. Он запросто на полигонах залезал на танк, чтобы от солдат услышать о достоинствах и недостатках новой машины. Но это было гораздо позже. А тогда в Ленинграде на оборонном заводе была одна задача – сделать оружие более совершенным. В итоге успехи завода «Большевик» были отмечены в центре. Устинов имел очень хорошее образование. Я еще раз это подчеркну. Если бы он такого образования не имел, вероятно, за два года не прошел бы тот путь до руководителя завода. И после этого результаты были у него всегда положительные. То есть неудач, можно сказать, у него на пути не было. Потому как он пытался искать те вещи, которые могут способствовать его делу. И искать их не просто, так сказать, в известном, но и в неизвестном. То же самое его отношение к ракетной технике. Значит, все другие наркомы имели возможность, ну скажем так, войти в историю как отцы этого направления. Пошел только Устинов. Эта история началась в послевоенной Германии. Специальная комиссия под руководством генерал-полковника Льва Гайдукова изучала ракетную технику – немецкие трофеи. В какой-то момент Гайдуков понял, что в руках советских ученых серьезный козырь обороны и необходима быстрая поддержка самого верха. В течение августа и сентября 1945 года он, пользуясь личными связями с членами ЦК в обход всесильного Лаврентия Берия, был принят Сталином. Руководитель спецгруппы доложил о работах по восстановлению немецкой ракетной техники и просил поручить кому-либо из министров оборонных отраслей промышленности освоение, дальнейшую разработку и производство ракетной техники. Сталин предложил Гайдукову самому поговорить с министрами. Так вот, Гайдуков поговорил со всеми наркомами, которые занимались этим делом. Значит, Шахурин – это авиационная промышленность, в это время занимался созданием реактивной авиации, заниматься, как пишет чертог, на которого вынуждены ссылаться, беспилотными самолетами ему не хотелось. Ванников, нарком боеприквасов, за ним была закреплена уже работа по главной проблеме, проблеме номер один – создание атомной бомбы, тоже сказал, что это ему не очень удобно. А Устинов не сказал ни да, ни нет. Устинов – нарком вооружений. Не сказал ни да, ни нет, а сказал, что он направит в Германию своего заместителя, Рябикова. И после того, как тот съездит и доложит ему о результатах, примет решение. Ну и результатом вот этого решения было то, что появилась докладная записка, подготовленная Устиновым, Рябиковым, Пашковым. Я почему эти фамилии называю, потому что это ближайшие сотрудники Устинова, которые закончили военмех. В одно время с ним или после, но все были военмеховцы. В этом смысле Устинов всегда собирал коллектив, который считал наиболее работоспособным. Ну и вот всегда там оказывались военмеховские выпускники. Так вот, эта записка докладная попала к Сталину. Соответственно, по ней было принято постановление, которое в мае уже стало законом. 13 мая 1946 года – день рождения ракетростроительной отрасли. Значит, текст записки составлен, как говорят, Рябиковым и Пашковым, полностью проконтролирован Устиновым и маршалом Яковлевым. Значит, в результате вот такой вот достаточно непонятной операции Устинов оказался во главе ракетостроительной промышленности. В этом же году он подписывает постановление о создании в одном из ведущих институтов страны, в своем любимом военмехе, кафедры ракетостроения. Он хорошо понимает, что тех конструкторов, которые работают над созданием новой техники, не хватит для укрепления мощи страны. Нужны свежие головы, инженеры. Костяк его команды сложился из военмеховцев. К этому времени Устинов зарекомендовал себя как опытный оборонщик. Не надо забывать, что в то время военмех относился к наркомату вооружения. Это был ведомственный вуз. И Устинов, он руководил министерством, которому военмех подчинялся. Поэтому после окончания войны Устинов достаточно часто бывал в нашем университете и проводил здесь совещания с руководителями оборонных предприятий Северо-Запада. Иногда задаешься вопросом, почему во все времена Устинов оставался на плаву? Почему не попал под сталинские чистки и не пострадал от кремлевских интриг, хотя занимал один из самых высоких постов в советской иерархии? Он технарь, он занимался обороной, именно техникой для обороны, вооружением. Он занимался чисто техническими задачами, никогда не лез с точки зрения, вот там, скажем, в политику. У него своя стезя именно вооружения и все, что нужно для обороны. И вот, ну, если грубо сказать, он никогда себя не представлял как на руководителя политического. Ему это не надо было, потому что он видел, что у него очень хорошо здесь получается, страна именно получает то вооружение, которое нужно. Но и поэтому и отношение такое было со стороны высшего политического руководства. Молодого Дмитрия Устинова заметили в Кремле за несколько недель до войны. В Москву на встречу с Маленковым он приехал из Ленинграда 9 июня 41-го. Председатель Совета Министров предложил молодому директору оборонного завода «Большевик» возглавить наркомат, и Устинов обещал подумать. Но уже в утренней газете, которую принесли в номер гостиницы, прочитал о своем назначении. Тогда ему было 33 года. Я считаю, что это, говоря современным языком, топ-менеджер того времени, который сделал неизмеримо много для нашего государства, на плечи которого легла огромная нагрузка во время войны. Безусловно. Вся оборонная промышленность, которая была передислоцирована в то время на Урал, это заслуга нашего выпускника Дмитрия Федоровича Устинова. С поля боя под Ленинградом весной 43-го удалось вытащить подбитый немецкий «Тигр». Это новый танк на вооружении у германской армии. Его доставляют для детального изучения конструкторам. Спустя три часа срочное заседание в Кремле. Еще через час коллектив ЦАКБ получает задачу создать для основного танка Т-34 новую мощную пушку. Это должно быть надежное оружие, способное противостоять крепким немецким «Тиграм». Задачу перед конструкторами ставит молодой нарком вооружения. Это пример того, как собираются люди в этих тяжелых жестких условиях. Пример был такой, что разрабатывалась противотанковая граната. Она разрабатывалась более 10 лет. И когда начались тяжелые условия, вызвали главного конструктора и говорят, «Надо через две недели сделать гранату». Он говорит, невозможно. Тем не менее, через две недели эту гранату сделали. Дмитрий Устинов часто приезжал на оборонные предприятия «Союза». К встрече с министром всегда готовились очень тщательно. Маршал терпеть не мог грязи, и почти всегда обход с завода начинал с самых неожиданных мест. Иногда, если что-то не устраивало, он мог просто уехать. Его визиты были недолгие и по делу. Разговаривал всегда спокойно, никогда не срывался на крик. Но именно его манера говорить тихо, а иногда просто молчать, внушала страх. Правду, вспоминают оборонщики, наказывал Дмитрий Федорович редко. Не летели головы, не лишали премий, но выговор вынести мог. Стоит заседание, большой, в середине вставка зеленое сукно. Дмитрий Федорович пришел на совещание, как говорится, ну ладно, давайте начнем работать. Хлопнул руками об этот стол с зеленым сукном. И остались легкие отпечатки. Слово не сказал. Ну мы поняли, что к чему. Я участник этого, как говорится, совещания. Мы поняли, что к чему, и нам было предельно неловко. Я вспоминаю 79-й год. Тогда я работал на производственном объединении «Арсенал», начальником производственной диспетчерской службы. И тогда Дмитрий Федорович Устинов посетил наше производство. Неделю готовились. Визит такого лица, это, конечно, событие. Прибыл сам Дмитрий Федорович, министр Афанасьев, естественно, генеральный директор. Встречу проводил Малишевский, генеральный конструктор. Все крутилось, все вертелось. Дмитрий Федорович переговорил с руководством, естественно, переговорил с рабочими. Надо дать должность, что это человек, который одинаково, свободно и с большим уважением разорвал как с рабочим, так и с академиком. Прошло совсем немного времени. Мы получили заказ на комплектацию первой установки ЗИП-94. Той установки, которая сегодня на флоте называется К-130, которая стоит на всех надводных кораблях Отечественного флота. Во время Холодной войны немецкие ученые помогли американцам создать ракеты средней дальности Юпитер и Тур. На дворе стоял 1958 год, и это было в тот период самое современное оружие. Каждая боеголовка превышает по мощности хиросимского малыша в сто раз. Их разместили в Турции и Италии. Дальность полета позволяла нацелить ракеты на Украину, Кавказ и Среднюю Россию. В ответ в декабре 1959-го Маленков подписывает постановление о создании ракетных войск стратегического назначения. Ставка делается на ракету Р-12. Разрабатывают ее в КБ под руководством Михаила Янгеля. Не прошло и года, как новые ракеты заняли свои позиции на границе с Китаем и на Кавказе. Руководил производством Дмитрий Устинов. Ведь 1946 год взять, и создается комитет по ракетостроению. Это конец войны. Ну уже тогда думали. Он хотя и был в этом комитете вторым человеком, но он возглавил комитет. И первые ракеты, Р-1, Р-5, Р-10, Р-11, его рук дело. Не было бы первых ракет, не было бы современного тополя. Много образцов, к чему приложил руку конкретно Дмитрий Федорович. Но и до тополя в арсенале у русских были уникальные ракеты. Р-12 стала символом кубинской независимости. Она до сих пор установлена в Гаване. Тогда, в 1962 году, эти ракеты появились на кубинских полигонах в противовес американским боеголовкам. Разработку и производство курировал маршал вооружения. 70-е годы, пожалуй, для вооруженных сил страны Советов стали самыми успешными. Такого не было никогда в истории двух стран. Появился и госзаказ, военные специалисты. Балтийский университет Вейнмех в тот период стал самым крупным оборонным вузом страны. Дмитрий Федорович Устинов, он самородок. Он все это смог сделать сам, учитывая тот темп времени, в котором он находился. И, безусловно, человек в этом смысле выдающийся. А мы стараемся, чтобы способные, безусловно, талантливые люди могли бы пройти этот путь с нашей помощью. Наш университет богат нашими выпускниками, прежде всего. Это Георгий Михайлович Гречко. Безусловно, Сергей Крикалев, он рекордсмен по пребыванию в космосе. Владимир Иванович Якунин. Это руководитель железных дорог России. Это Сергей Евгеньевич Нарышкин, являющийся руководителем аппарата президента. Я могу перечислять огромное количество наших выпускников, занимающих в разные годы, очень высокие посты в нашем государстве. Этот человек сделал столько, что этого просто перечислить невозможно. Помимо тех артиллерийских систем, которые во многом способствовали тому, что Советский Союз разгромил фашистскую Германию, он заложил, конечно, основу и нашей ядерной программы, и нашей ракетно-космической подписью, и поднял мощь вооруженных сил на принципиально другой качественный. В 1976 году генерал армии Дмитрий Устинов назначается министром обороны СССР. В этом же году ему присваивается звание маршал Советского Союза. В 70-е в СССР появились космические войска. Почти все научно-исследовательские работы в области космоса курировал сам маршал. Полвека Устинов стоял во главе вооружения нашей страны. Когда Королев и его КБ поняли, что с помощью ракет Р-7 можно провести запуск искусственного спутника Земли, то первая служебная записка легла именно на стол Устинову. И он, как всегда, проанализировал и взял под свою опеку. Вот были великие у нас полководцы, Жуков, маршалы. Он тоже был маршал, но это был тыловой маршал. И я его называю Жуковым тыла. Вот так. Все, что имеют сегодня вооруженные силы России, это результат работы, проведенной Устиновым по созданию системы вооружения. Военные парады на Красной площади. До сих пор практически вся техника в составе колонн – это разработки эпохи Дмитрия Устинова. 30 октября ему исполнилось бы 100 лет. В 1985-м его имя присвоено Ленинградскому механическому институту, ныне Балтийскому государственному техническому университету Вейнмех. Мы очень спокойно смотрим будущее, поскольку выпускники специальных кафедр сейчас остро востребованы профильными предприятиями. И, наверное, на каждого выпускника 3-4 заявки от оборонных предприятий имеются. И вот в этом залог успешного развития в будущем. И это, наверное, продолжение тех традиций, которые закладывалось в то время, когда мы входили в Министерство Дмитрия Федоровича Устинова, и тех традиций, о которых он вспоминал в своих воспоминаниях, которые закладывались в те далекие 30-е годы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok